Привет! В рубрике необычных прохождений на моем канале только две серии пользуются огромнейшим успехом. Это Dying Light и Far Cry. И если в сегодняшнем случае мы не трогаем Кайла Крейна, то немножко пощупаем любимого Джейсона Броди. А я напоминаю, что он у нас бегал по миру игры и без прокачки навыков, и с самым первым пистолетом, и только с мачете, и даже роль пацифиста отыгрывал. И поэтому я подумал, а почему бы сегодня просто не взять Джейсону Броди и вымесить всю злость, которая накопилась за эти два года необычных прохождений игр. Только одна маленькая незначительная деталь, связанная с этим роликом. Я так и не смог придумать для него оригинальное название. Поэтому можно ли пройти Far Cry 3, ну а дальше вы прочтете название, потому что я еще не уверен за него. С вами, как обычно, Спектр. Надеюсь, что вы рады возвращению этой игры. И само прохождение было записано несколько недель назад, но приступаю я к нему прямо сейчас. Да, не удивляйтесь, так работает программа на моем канале. Друзья, прежде чем мы приступим, я просто заранее поблагодарю вас за лайки. Я знаю, что вы оказываете огромную поддержку необычным прохождениям, на которые уходит довольно много времени. И, конечно, новенькие ребята, не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые. Необычные прохождения выходят каждое воскресенье, а видеоролики выходят ежедневно. И, конечно, все те ролики по Far Cry 3, о которых я вам рассказывал, будут в подсказке вверху справа на экране. Если что, после этого видоса зацените. Ну, а мы с вами начинаем. А, кстати, пока мы не начали, это одно из тех прохождений, которое было по вашим заявкам. Да-да-да. Итак, я скипаю интруху, потому что в ней абсолютно ничего не происходит. Затем, когда Деннис дает мне 60 долларов, я непосредственно направляюсь в магазин. Заскриптованная покупка состоит из М1911, который так или иначе вам придется взять для того, чтобы продолжить прохождение этой игры. И вот незадача. Сейчас вы скажете, Серега, но вначале начинается обучение. Таким образом, тебе не дадут доступ в мир игры, и тебе нужно будет слушаться этого самого Денниса. Но есть одна деталька. Недалеко от того места, куда Деннис нас провожает, находятся два сундука. Как я понимаю, количество валюты в ней генерируется рандомно. Но также выпадает и случайный брелок, который потом можно продать в магазине. Чем я и пользуюсь, поэтому сразу направляюсь к женщине и продаю ей то, что мне по итогу навыпадало. Благо, рандомить не пришлось, денег мне вполне хватило. Для озвучки этого аудио я все-таки буду придерживаться темы, что это прохождение Far Cry 3, используя только метательное оружие. И первым делом я, соответственно, бросил взгляд именно туда. 25 долларов стоит коктейль молотова, и 30 долларов стоит граната. Сбываем абсолютно все, включая зеленый лист, который я срывал неподалеку. Имея 71 доллар, я закупаю две гранаты, и теперь мне необходимо было растянуть их на абсолютно все обучение. Как это произошло, сейчас узнаете. После всего прочего, я даю себе установку. Не использовать огнестрельное оружие, кроме каких-то заскриптованных моментов, которые так или иначе будут в сюжете этой игры. Поэтому я лезу на вышку, затем также лутаю сундуки, которые там находятся. Это все-таки моя будущая валюта. И затем, когда активирую ее, бегу на охоту. На охоте необходимо было просто срывать листья, а также добыть две кабани их шкуры, так как никакие навыки Джейсон не прокачивает. Соответственно, мне нужно было растянуть две гранаты для того, чтобы убить только двух кабанов. Верите или нет, но мой скилл Far Cry 3 пригодился. Одной гранатой я завалил двух кабанов и, соответственно, залутал шкуры. Таким образом, обучение по охоте прошлось вполне легко и просто. Не забываем и про сундуки, которые валяются здесь в регионе. Кстати, скажу на будущее, я не покупал карту с сундуками, а как же в итоге закупались боеприпасы, узнаете далее. После этого нас знакомят с крафтом и мы с вами едем на захват первого аванпоста. Однако, перед этим, после охоты, можно сделать телепорт деревню Аманаки. Пользуясь валютой, которую я налутал вследствие охоты, можно было спокойно закупить остатки. А именно, коктейли Молотова, С4 и мины. Насчет мин я, кстати, не был уверен, все-таки метательное-не метательное оружие, но так или иначе взрывчаточка. Это уже хорошо. И после этого начинается шквал, потому что с помощью гранат и коктейли Молотова я отправляюсь на зачистку. Естественно, первым делом среди навыков я качаю тейкдаун, потому что это нужно по сюжету. И бомбиста, навык, который позволяет удерживать гранату в руках, прежде чем бросить без этого навыка, Джейсон моментально будет ее откидывать. А подержать ее какое-то время, это дорогого стоит. И затем, используя все, что у меня имеется на данный момент, я просто закидываю пиратов то осколочными, то коктейлями Молотова. Спойлер, не всегда получалось попасть той или иной взрывчаткой, но все-таки одного пришлось оставить и завалить его с помощью финального коктейля Молотова. Здесь же я увидел такую интересную штуку, как полезность этого метательного оружия. Не забываем также и обыскивать трупы, потому что иногда в них может прятаться гранатка, которая нам необходима. Но все-таки последнего врага я оставил на Денниса Роджерса, потому что у меня кончилось абсолютно все метательное. Окей, с обучением было в принципе покончено и первым делом нужно было снова восполнить боеприпасы. Как вы понимаете, долго на этом уезжать я не смогу. Поэтому первым, чем я занялся, конечно же, была охота. Для начала мне нужно было понять, сколько сумок вообще понадобится для того, чтобы держать как можно больше взрывчатки. Я остановился на первом тире, это пригодилось бы в самых первых заданиях, как вы понимаете. Поэтому около региона Доктора Энхарта я стал охотиться на тех самых животных, чьи шкуры пригодятся для первого тира. Естественно, мне нужны были сумки для гранат и сумки для коктейлей молотова. Это все вместе комбинируется с С4 и минами. Таким образом, необходимо было грейдить только по две сумки, и при этом убивать животных тоже нужно было с помощью осколочных гранат. Конечно, это не всегда получалось сделать с первого раза. Боже, какой позор. И этот человек проходил модификацию Die Hard. Да. Но накопив таким образом первый тир и еще раз закупившись в магазине Доктора Энхарта, можно было продолжать сюжетное задание. А именно, грибы, в которых абсолютно ничего не происходит. Итак, первая трудность с заданием Зов Медузы. Вообще, она должна проходиться по стелсу, и как вы знаете, если вы агрите тревогу, то задание мгновенно проваливается. Но, если вы смотрели мои ролики по третьему Фар Краю, знаете слабость этой миссии. Во-первых, если вы успеете обыскать труп радиста, то он зачтется вам как контрольная точка. То есть, не обязательно каждый раз убивать троих. Нужно это делать просто поочередно и постепенно. Пользуясь осколочными гранатами ИС-4, которых Джейсон держит в карманах уже в два раза больше, я стал подгадывать тайминги и стараться делать массовые убийства для того, чтобы охранники не услышали, когда прогремит следующий взрыв. Это все равно происходит с задержкой, и как вы понимаете, их слух оставляет желать лучшего. Поэтому убиваю всех с помощью взрывчатки, обыскиваю трупы радистов и стараюсь экономить как можно больше главных боеприпасов. В данном случае, речь конечно же идет про С-4. Опустошив таким образом осколочные гранаты, я поднялся в рубку и затем стал ждать подкрепления пиратов, которые пребывают на лодках. Момент номер один. Тайминги. Необходимо взять С-4 и кинуть ее на лодку в тот момент, когда пираты еще не успеют с нее сойти. Далее нужно было ловить тайминги только для множественных убийств. Сами понимаете, за снаряжение уже заплачено, поэтому нужно экономить, а свинтить задание мы не сможем, пока не убьем абсолютно всех. Обыскиваем трупы, но к сожалению это ни к чему не приводит, и последнее, чем стоит довольствоваться, это коктейлями молотова. И вот момент такой. Если вы собираетесь перепройти третий фар край, не пользуйтесь этой штукой. Здесь нужно попасть ровно под уловищу противника для того, чтобы он отлетел. Таким образом, тир-1 сумок мне хватило, боеприпасов тоже, хотя и пару гранат я потратил в молоко. И миссия прошлась абсолютно так же, как и рассчитана по сценарию. Следующим заданием нужно было провести диверсию на местный склад оружия или же арсенал. И тут я подумал, убивать всех противников сразу или нет? А какая разница? Джейсон из своего кармана кладет С-4, и затем соответственно она подрывается по таймингу. То есть чисто теоретически все пираты, которые умирают в этой точке, нас абсолютно не интересуют. Это все сделал Джейсон и его волшебная взрывчатка. И в этот же момент я решил выполнить задание налет на тюрьму. С учетом того, что я выбрал не самый максимальный уровень сложности, мне снова понадобился единственный смотритель, у которого находятся ключи. И вы, думаю, прекрасно понимаете, чем закончилась наша с ним встреча. Затем я решил никого не убивать и поберечь боеприпасы для следующего сегмента, когда мы спасаем Лизу. А теперь сделаем небольшой перерывчик и ваша любимая рубрика ТОП-99 фактов, о которых ты не знал в Far Cry 3. Я закинул взрывчатку С4 в комнату, в которой по идее заскриптованно находится пират, оглушающий Джейсона. И вау, прикиньте, там никого не оказалось. Более того, он не умер. Ну, в общем, да, нихрена не заскриптованная сцена. Нисколько не выбивается из общего графика. А вот далее в моменте с погони произошел такой интересный момент. Несмотря на то, что все пираты самоубиваются, если вы их абсолютно полностью игнорируете во время погони, да, трафик в этой игре все-таки не бесконечный. Но в определенный момент Лиза застревает, и, в общем-то, нам предлагают с помощью М1911 разобраться с остатками пиратов. В этом случае я заметил интересный момент. Если крутишь колесиком мыши, то Джейсон перебирает всю взрывчатку, которая находится у него в кармане, которую я и старался сохранить. Однако, вам не дают ею воспользоваться. И в данном случае, как вы понимаете, за скриптованный момент ничего ты с этим не поделаешь, поэтому убиваем пиратов, и Лиза таким образом спасена. Затем стандартное задание с Цитрой, плюсом мы находим Уиллиса Хантли. И вот тут передо мной встал как раз-таки очень важный вопрос. Как я собираюсь пройти миссию с поджогом травки, если мне абсолютно не хватает снаряжения? Правильно. Здесь в ход идет уже Тир-3 сумки, которые я решил погрейдить. То есть, следующие 40 минут, я буквально бегал по регионам и охотился на тех животных, которые мне необходимы. Самым сложным по итогу оказался Медведь, и это была, по-моему, последняя сумка для С4. Как вы понимаете, для того, чтобы разблокировать Тир-4 сумку, необходимо какое-то редкое животное. А я не хотел проходить миллион квестов, пока бы не добрался до нужного, да? Притом, возможно, нужно проходить еще побочки какие-то, чтобы открыть задание с Тир-4 животным. Ну, в общем, ладно, не заморачивайтесь. 40 минут прошли не напрасно. Таким образом, я заимел около 8 гранат в свой инвентарь, 8 коктейль молотова, С4, и готов был отправиться на войну. Итак, вооружившись, я пошел в миссию Осиное гнездо. Вопрос номер один. Серега, как планируешь действовать? Точно такой же план, как и в случае прохождения с первым пистолетом. Во-первых, на этом поле располагается бочка. Притом, у каждого поля. Если, соответственно, затригерить взрыв, то можно сжечь, если память не изменяет, три поля из пяти. Уже на два других понадобится дополнительный огонь. Поэтому первым делом я вооружаюсь гранатами, поскольку С4 мне все-таки жалко, и бегаю по абсолютно всем плантациям, кидая эти гранатки в бочки. И затем смотрю, сколько полей по итогу будет сожжено. Несмотря на то, что количество противников здесь будет бесконечное, необходимо было наворачивать круги для того, чтобы они теряли Джейсона из виду. И, как вы понимаете, откатываться тоже не стоит. Хотя, о чем мы говорим? Это же третий Фаркрайд. Собственно, после того, как я взорвал абсолютно все бочки, прошло определенное количество времени, и я понял, что забыл про еще одну главную деталь. Это уничтожение баржи, которую нужно догнать в конце задания. Естественно, берем С4 и уничтожаем ее заранее. Хотя, возможно, я воспользовался чем-то другим. Прошу прощения, этот футаж был записан почти месяц назад. И так или иначе, остатки мы тратим исключительно на те поля, которые не удалось сжечь. Естественно, речь про коктейль Молотова. Кстати, не помню, вроде взрывы не тестировал, поэтому С4 у меня была в огромном количестве. Ну, в общем-то и все. Тир-3 шмоток вполне хватает, хотя, если честно, пришлось экономить во многих местах. Порой нужно было точно до пикселя определить место, где огонь разгорится больше, и, соответственно, ориентироваться уже от него, сколько придется погасить уже следующим коктейлем. Далее было задание еще интереснее, связанным с Ронго. И это, кстати, самый сложный квест, который выдался в данном прохождении. Суть в том, что по пацифисту мы знаем, Ронго у нас парень военный, несмотря на то, что выдерживает всего лишь два попадания. А Джейсон может выступать в роли танка. Но поверьте, у меня ушло около 10 попыток для того, чтобы понять концепцию прохождения этого задания. Мне действительно не хватало тир-3 снаряжения для того, чтобы пройти это задание. У меня постоянно заканчивались боеприпасы, и я не знал, что с этим делать. Прошло очень много времени, пока я не догадался, что противников нужно убивать, начиная со спавна. Да, в тот момент, когда они скапливаются в одну кучу. Притом, существовали и моменты, когда я мазал коктейлями молотова, которые, казалось бы, пролетали в двух сантиметрах от противника, но огонь абсолютно никак не мешал нашему пирату продолжать воевать с Джейсоном. Кстати, интересный факт. Снаряжение не восстанавливается через ящики. Я пробовал, а только пополняются обратно боеприпасы, и это довольно печально. С другой стороны, часть боеприпасов находится в хижине ронга, и это меня спасло, потому что в данной ситуации я стал пользоваться минами. Это был первый случай, когда действительно без них тут никак не обойтись. Тактика абсолютно та же самая. Пока ронга заскриптованно ищет документы, мы ждем спавна, кидаем туда С4, или ставим мину, и, соответственно, ждем, когда подкрепление подрывается. Сами понимаете, на это ушло достаточно огромное количество времени, но такие заскриптованные задания все равно оказалось вполне проходимым. Хотя, если бы у меня были Тир-4 сумки, я бы вообще его, может, не упоминал в этом прохождении. Вот вам и интересный момент. Для будущих прохождений третьего Фар Края, я точно буду грейдить сумки до самого максимума. Раз, скидываем еще немного взрывчатки для того, чтобы добраться до снайперской позиции и спасти нашего брата Оливера в случае с заскриптованной лодкой, кстати. Ничего делать не нужно, вертолет падает сам по себе. Главное, чтобы Джейсон просто перехилил весь входящий в него урон. Естественно, я полностью забиваю на стелс, потому что врагов собрать в одну кучу – задача номер один. Это же и касается Джиггернаута, который выйдет на нас в последнюю очередь. Наверху я никого не убивал, взрывчатку необходимо было экономить, а множественные убийства – это то, что требуется в этом прохождении. Думаю, рассказывать особо не о чем, с учетом того, что врагов можно было убивать и одной взрывчаткой на каждого, которой вполне бы хватило. Теперь поговорим по поводу ножика. Суммарно ножик добывается легко и просто, но перед каждым новым таким заданием необходимо постоянно посещать магазин. Если у вас появится вопрос, что же делать с веточками, которые нужно разбить по сюжету, они также разрушаются с помощью гранаты. А многих противников, как и в случае с пацифистом, можно спокойно пробегать. И вообще, я думаю, даже объединить все три ножика воедино. Многие заскриптованные моменты, как с подрывом динамита, хотя, казалось бы, это тоже взрывчатка, но я решил разобраться со всеми противниками отдельно. Так, и это касается многих животных, которых можно просто проигнорировать и забрать кусочек компаса. Затем происходит драка с баком, и на этом заканчивается большая часть прохождения этой игры. Окей, если вкратце поговорить о том, как прошла засада на конвой, то все вполне легко и просто. Засаду помним, помним, откуда выходит подкрепление, помним, что главное взрывать транспортные средства, на котором они до нас доезжают, и затем, соответственно, поговорить с Васом. Патронов вам хватает. И далее, мой любимый момент. Вас отнимает у нас абсолютно все снаряжение. Но как прекрасно, что можно устроить небольшой марафон и просто хилиться. Таким образом, добравшись до вертолета, мы не стреляем абсолютно ни по кому, и Джейсон спокойно выбирается из убежища антагониста. Начинает заплетаться язык, потому что я вспомнил, что только с третьей попытки умудрился пройти сей квест. Но так или иначе, забираем наше снаряжение обратно. Спасибо господину Васу за то, что сохранил его в абсолютно том же количестве, с которым он меня и задержал. И теперь остается что? Правильно. Остается только расплата. Теоретически можно вспомнить момент с чернильным монстром, но там мы используем взрывчатые стрелы. Я еще не уверен, как назову этот видос. Хотя, можно ли отнести стрелы вообще к метательному? Ну, хотя бы в теории. Ладно, вы поняли заскриптованный момент. Мало того, что нужно было выбирать идеальные тайминги, когда противники выходят с копом и кидать в них взрывчатку, так еще и всех здесь убивать не обязательно. И это гложило на самом деле. Я не понимал, сколько противников нужно оставить в живых для того, чтобы открылась финальная дверь. И плюсом иногда, стоя с коктейлем Молотова, нужно было думать около 20 секунд, в какой тайминг это кинуть. Она могла взорваться в руке, она могла взорваться на полу, и таким образом ничего не произойдет, пирату будет все равно. Нужно было кидать ее прямо в цель. И слава богу, у меня все это дело получилось с первой попытки, но вы не представляете, что случилось с моими нервами в тот момент. И так как вне заскриптованных моментов я не могу пользоваться взрывчаткой, то Васа пришлось убивать, используя обыкновенный перехил, несмотря на то, что мы убиваем всего лишь его галлюциногенные копии. И, пожалуй, последнее задание, над которым я действительно попотел, это миссия со спасением Уиллиса Хантли. Здесь взрывчатки мне хватало буквально на одну из пяти попыток. А поверьте, их было очень много, порой я даже перезапускался, потому что уже не видел смысла продолжать задание. Вот это было первым случаем, когда тир-4 шмотки повлияли бы на игру 100%. Мы как бы помним про обыкновенных трупперов, но еще есть джиггернауты, и порой их даже будет несколько штук. Спешность ремонта зависит только от того, как вы будете защищать Уиллиса Хантли, потому что как только шкала дойдет до сотни, у вас наконец-то будет контрольная точка. Но если вы умрете, враги все спавнятся абсолютно заново. Снова та же самая схема со множественными убийствами. Снова та же самая схема си-4, которую нужно было оставлять на концовку. И, конечно, уйма затраченных нервов для того, чтобы пройти это несчастное задание. Но здесь еще и работают мины. Иногда не совсем так, как тебе это нужно. Но зато хотя бы можно повеселить зрителя. Но с тир-3 шмотками это вполне проходимо. Все, что будет происходить дальше по сюжету Far Cry 3, в принципе, можно объяснить довольно кратко. Поэтому давайте начнем с командиров. Первым делом я, естественно, убивал их с помощью си-4. И у меня возникал вопрос, а почему я их фотографирую? Ну, то есть цели помещаются золотым, да, но квест не засчитывается. Я провел за этим 15 минут. И только потом я понял, что их нужно было обыскивать, а не фоткать. Гений игры. Несмотря на то, что проходил ее более десятка раз, наверное. Сэм, как мы выяснили по пацифисту, мало того, что разряжает мины без всяких скриптов, так еще и может постоять за себя. Но взрывчатки вам будет вполне достаточно для того, чтобы его защитить. То есть все равно основу перекладываем на него. Но! Есть один момент, о котором я догадался сразу же. Оставьте одну гранату или одну си-4 для того, чтобы уничтожить финальный вертолет, который появится после разрядки третьей взрывчатки. Вы можете ее не докинуть, я это понимаю. Есть вышка недалеко. А в целом, все. Пользуйтесь бочками, заставляйте противников наступать собственный огонь после взрыва этой штуки. И все будет нормально. В других ситуациях у вас есть Сэм. Закупаемся последний раз и уничтожаем предателей с помощью РПГ. Это, кстати, тот случай, когда видос можно отнести к прохождению только взрывчаткой, но тогда, с другой стороны, Серега почему-то не пользовался РПГ ранее. Остальные противники раскидываются с помощью Си-4. И последние два квеста не требуют от вас никакого убийства. В первом случае главное просто пробежать мимо всех, а затем Сэм прилетает сам по себе. Ну, вы прекрасно понимаете, да, что происходит потом. Во второй же ситуации мы просто оставляем Сэма, минируем абсолютно все, что здесь есть, и взрывы, опять же, идут с помощью того же самого оборудования Джейсона, с которым он провел абсолютно всю игру. Плюсом, в конце за пулеметом не обязательно никого убивать. Единственное, где это понадобится сделать, это в моменте с вертолетом, поскольку он является заскриптованным. А остальной взрывчатки вам хватит для того, чтобы спасти братца Райли, и выбрать, естественно, хорошую концовку. Таким образом, вне всяких скриптов, я констатирую, что можно пройти Far Cry 3, используя только метательное оружие, или используя только взрывчатку слэш снаряжение Джейсона Броди. Надеюсь, Джейсон в это время хорошо отдохнул в мире игры, потому что я тоже своего рода расслабился, хоть и некоторые нервные моменты здесь присутствовали. Я не знаю, каким способом еще можно пройти сюжетку третьего Far Cry, если даже видос выйдет через полгода. Мне все равно интересно, какую тему вы предложите в комментариях на этот раз. Порой ваша фантазия безгранична и никак не идет вровень с моей. Общее время прохождения сейчас находится у вас на экране, и это было довольно интересно и весело. Надеюсь, что в ближайшее время еще что-нибудь оформлю по серии Far Cry. Ну а с вами был Спектр, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, оценивать его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие необычные прохождения. Плейлист с ними внизу слева на экране. И щелкайте какие-нибудь другие ролики, которые сейчас высветятся в конечных заставках. Подписывайтесь, если вы тут впервые, и ждите следующего ролика. Всем удачи, не болейте, и пока-пока.